Если вы возьмете нашу колбаску салями, удалите последнюю буковку И, это будет салям. Это как сокращенно от салям алейкум, это как привет типа наше. Привет. Но если вы возьмете то слово, которое у нас пишут на заборе, добавите впереди буковку А, это, мои дорогие, будет звучать таким образом. Салям ахоя! Не думайте ни что иное, это будет привет, брат. Ахоя по-арабски это брат, а Охтик это сестра. Поэтому, роднульки мои, салям ахоя, Охтик! Привет, братья и сестры. Роднульки мои, а хотите знать, как будет депутат по-арабски? Ну да. 100% старших депутатов списано. 100% депутат по-арабски и что иное будет как Айбун. Представьте себе, мои дорогие, роднульки мои, как я вам сказала, ахоя это брат. А знаете, как будет брат-близнец? Охуен заебат! Мои дорогие, если вы будете ехать, например, и будете слышать такую музыку, которая будет звучать так. Бляди, бляди, бляди. Не думайте, что это про этих женщин. Это гимн Египта. Блядь, это страна, мои дорогие. Да. Поэтому здесь спокойно можно выражаться, и никто не будет думать, что вы, оказывается, плохие слова говорите. Мои хорошие, действительно. А если у вас спрашивают, как дела, никогда не говорите хорошо. Хара по-арабски ничто иное, как какашка. Отвечайте, кулюфу гулеш. Гулеш – это сладость, которую без молока, без чая не съешь. Очень сладкое блюдо. Это как аналог нашего «Всё в шоколаде». А если вы скажете, кулюфу гулеш, кулю бебелеш, это будет «Всё в шоколаде, всё бесплатно». Ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok